И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Олег Алавгудвин. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас мы уже размяли половинку тела, досогрели ее, до определенной покраснения. И теперь переходим к кулачковым техникам. Как я говорил, кулаки у нас это и лапы леопарда, и вот эти костяшки используются, и эти костяшки, и запястья используются. Ну, в общем, все места, которые можно надавить и продавить. Перед этим мы делали выжимку с углублением большим пальцем вместе с диагностикой возле позвоночника. Таким образом подсказав организму, что начинается более глубокая работа с телом. Переходим на лопатку. Вот отдельная частная зона. Значит, лапа леопарда, размяли ее. Местным шестеренок можно тканью вот так вот захватывать друг к другу. Приподняли. Примерно 2-3 места при приложении усиливать. Раз, два, три. Раз приподняли, два приподняли, три. И протрясли, опустив ее на стол. Она как бы, знаете, как вытекает, как мед и так плюхается на стол. Первая тряска это вот такая, быстрая, вторая. По очереди вот так вот, раз. Отпустили. Не забыли про круглые мышцы. Вот здесь они находятся. Размяли их. И лапы леопарда мы продолжаем делать двойной кольцевой захват массажа всей спины. Ну, по сути, прошли одну линию вот здесь. Здесь хаотично можно по спине. Пощипали вот так вот, пощипали. И переходим к разминке всей спины от линии позвоночника. Отступаем. И нас интересует паровертебральная мышца. Значит, следующий прием называется открытие ключей для шлюзов. Раз, первый, второй. Раз, два. Раз, два. Ведущая рука, она первая делает поворот. Та, которая ближе к голове. Наша цель отодвинуть мясо от костей. То есть от растистых отростков подальше отодвинуть. То есть вот прям, вы видите, в валих прям такой вот, как в бок сдвигается. Так, открыли шлюзы. Дальше, в смысле, ключики шлюзов. Дальше шлюз открылся, потекла вода. Открылся, шлюз потекла вода. Открылся шлюз, потекла вода. Ну, по факту, это вот тот же прием, когда мы, если с двух сторон работаем, да, то вот когда мы тельняшку вот такую рисуем. Да. Фактически это то же самое прием. Открылся шлюз, потекла вода. Открылся, потекла вода. И туда вот лимфу вводим под ключичную впадину. Далее, начиная с крестца, задаем движение вибрационное кулаком, прямо всем кулаком. Где можно, ну, или кому можно, вы смотрите по телу, да, можно посреднее давить вот этими костяшками с утяжелением. Кому, ну, кроме вот этого сегмента, где почки и плавающие ребра. Здесь помягче, да, здесь может быть пожестче. Кому помягче надо сделать, да, то тогда не костяшками, а, перекладываем кулачок, да, вот этой плоскостью. Чуть-чуть приложили или вообще распущили, тогда будет еще мягче. Примерно два прохода сделали, потому что по ребрам не надо, по ребрам будет больно, по костям не идем. То есть все наши упирающие косточки вот тут, вот тут, лопатки, уголки, лопатки, да, и ребра мы бережем. По ним костяшками не вводим. Возьмите это себе за правило. Далее весь этот участок теперь растираем, но теперь уже растираем лапу леопарда с утяжелением. Быстро, быстро. Все наши основные движения идут снизу вверх, назад я возвращаюсь легонечко. Просто провожу легкую левую лечку. Перешли второй рукой, снизу как бы подчеркиваю, что переходим на зону ягодицы теперь. То есть вот наше тело стояло так, да, мы работаем с этой стороной. В этот момент мы разворачиваемся и встаем теперь ближе к ягодице. Здесь мы применяем какие способы. Где ямочки, это кость. Нам надо зайти за нее. Вот тут начинается крестцово-подвздошно-поясничное сочленение, да, и квадратные мышцы отсюда начинают расти. Вот сюда упираемся пальцем. В талюм тоже можем с другой стороны упираться, либо двумя пальцами в одно место. Вот идет крестец и подвздошную кость. К ней крепятся, соответственно, мышцы. То есть это вот на нашем скелете видно. Вот так вот они крепятся, да. Наша задача отделить мышцы от костей. С помощью куриной лапки, вот такой, где все пальцы расширяются, да. Вот уперлись и отводим эти мышцы от костей, ягодичные мышцы мы отодвигаем. Можно одну руку делать, но лучше. Зачем второй пропадать, когда можно двумя руками или по очереди. Протянули дальше, до конца ягодичных мышц, как я говорил, они растут веерно, вот примерно от вертела бедренной кости. Но большая ягодичная мышца, будьте внимательны, она не здесь заканчивается, она заканчивается вот здесь. Примерно еще сантиметров 7-8 до бедра. То есть вот она тянется вот до сюда. Ягодичная мышца не здесь заканчивается, а вот до сюда. Вот тут бугорок находится, где она заканчивается. Значит протянули продольную эту мышцу. И теперь всю ягодицу хаотично кулаками сжали, раздавили в стороны. По спирали скрутили, по спирали скрутили в другую сторону. Так, 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 вот по всякому ее раскрутили. Отдельно обратим внимание на крестец. Здесь крестцово-подвздошное сочинение идут. Вот так вот, буквой В практически получается. Вот они, вот здесь вот. Ну, тут пальцы сюда не влезут. Тлишком близко они посадили кости таза, да, вот между ними. Вот тут находится здесь сочинение. Мышцы коротенькие. Толщина 8 единиц по сантиметру буквально, вот такие мышцы. Подвздошно-позвоночное сочинение. Вот здесь еще мышцы, да, есть. И связки. Вот можно на этой картинке посмотреть. Вот они находятся, вот эти связки, да. И вот это сочинение. Вот она идет к позвоночнику, видите. То есть это, вот, четвертый, пятый позвонок поясничный. L5, S1, вот соединение. Косточки, которые мы щупаем, вот эти ямочки, да, это вот, вот эта кость. На ней нет мяса. Поэтому вот тут мы не массируем. Мы массируем с этой стороны. То есть нам надо зайти чуть выше этой косточки. Ну, ямочки в смысле, да. Вот сюда. Вот это место мы массируем. L5, S1, вот соединение. Получается практически между этими косточками. Вот она, первый позвонок прошел. Видите, почти, ну, буквально там, не знаю, сантиметров, чуть, может быть, выше, чем эти ямочки. Вот. Соответственно, вот здесь мы промассируем достаточно глубоко. Находим до конца. Двух сторон. Можно с напряжением вот туда. То есть декомпрессия начинается отсюда, от этой точки вниз. Точка L5, S1, или так называемый базис крестца, да. Это камень преткновения. Все, что находится, ну, имеется в виду кости, да. Выше этого мы тянем вверх. Все, что ниже, тянем вниз. От этого места. Соответственно, вот мы пробиваем. Промассируем туда, в ту сторону, да. Можно поставить такой молоточек из пальца. И простучать его туда, туда, вниз опять. Если из пальца больно делать молоточек, да, то делаем вот так вот. По костюшке своего пальца бьем кулаком. У крестца, так вот крестец, у него это пять сросшихся позвонков. У них тоже есть отростки, остистые, остались еще, да. Вот они оставшиеся. Вот между ними проминаем. Потом продавливаем. Если пять позвонков срослось, то боковые отростки у них тоже есть же, да. То между ними сколько будет отверстий? По четыре, скажем, странно, правильно. И вот эта точка, где видите, крестец уже плоский. Это вот тоже акупунктурная точка. И под ней, где начинается копчик, вот нагрянется, под ней тоже точка акупунктурная. Их тоже прожимаем. Ну, соответственно, вот демонстрируем. Вот между этими позвоночниками, остистыми отростками, да. Какие-то восьмерочки рисуем. Доходим до вот этой плоскости, которую я показал, да. Вот первая точка акупунктурная, вторая точка, где копчик начинает расти. И ее тоже стимулируем. Это помогает тому, чтобы он туда слишком глубоко не загибался. В принципе, вот от этого вот такой массажа, он может как, знаете, как пружинки, так немножко пружинить назад и распрямиться. Далее примерно по сантиметру, ну, как будто бы вот так пальчики лежат, да, вот между ними находятся вот эти вот ямочки, где нежное окончание выходит, да. Вот их вот прощупываем. Проминаем методом шиатсу. То есть, это мы, что такое шиатсу? Это вот мы в точку акупунктурную вкрутились, нажали и выкрутились. Если тяжело или долго там, да, вкручивается, то хотя бы вибрацию. То есть, запустили вот вибрацию. Теперь вот это сочленение обходим, да, и вот у нас подвздошная кость, подвздошная кость, это вот эта. Она идет выше по дуге, видите? Соответственно, вот нигде визуально мышцы заканчиваются, да, а она вот выше, выше, вот она где. Видите, где она заканчивается? У мужчин где-то сантиметров пять, у женщин чуть ли там не восемь-девять сантиметров от этого места. Достаточно широкий гребень такой. Вот мы от него растрясаем, отводим мышцы. Квадратные, косые и паравертебральные. Один проход делаем по мышцам лягодичным, которые тут начинают расти, да, один проход по самому гребню и один проход над ним, свыше. После этого переходим на кулаки и разворачиваемся вот так в тело человека, чтобы нам упор был в таз. От этого наша рука будет работать гораздо мощнее. Тут отставляем локоть, да, то есть, получается, мы работаем на вот эти мышцы, на сжатие, да. Вот, уперлись. И теперь, смотрите, в вершину большой кости, да, вот гребень, где-то вот так. То есть, получается, вот мышцы идут вот так, да. Мы делаем несколько проходов вокруг гребня. Ну, я рекомендую все-таки делать сверху вниз, потому что лимфа идет туда, мы туда ее в паховую зону увозим. Раз проход, два, три прохода, да. Ну, три линии такие нарисовали. Сначала шестеренками, потом прямым кулаком и прямо по верху, где растет, где мышцы заканчиваются, да. Некоторым людям берегите их, кто-то терпит, да, а кому-то вот по костям и по гребням, конечно, больно будет кулаком вести, да. Давайте все-таки вот чуть сюда сместить, чтобы по мясу работать. Далее разворачиваем. Это было поперек мы все мышцы делали, да. Теперь по линии роста мышц отвертим опять на кошечку не жмем, да, выше. Запускаем вибрацию снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. Кресте достаточно крепкая кость, по ней можно и постучать. Поэтому вот тут можно с нажатием достаточно мощно всем корпусом, видите сверху, всем корпусом, корпус прям нависает над этой точкой, да. Особенно у женщин, крестец и тазовые кости очень крепкие. Раздавить их вам никогда не получится, поэтому не бойтесь. Но бойтесь остистых отростков позвоночника. Вот только до сюда доходим, до камня преткновения, все, дальше не идем. Дальше мы разделяем пальцы, обхватывая как бы позвонки, да, вот с боков, с утяжелением и растрясаем весь позвоночник, глубоко внедрившись в тело, влево-вправо, 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 влево-вправо. Ну, до кода можете дойти, там, до холки, либо до черепа. Таким образом уже можно растрясти и выходит хруст кое-где, там, чтобы позвонки ставятся на место. И далее мы, вот опять вот эту косточку, да, и плавающие ребра, вот получается по диагонали, вот по такой, вот, от L5S1, да, вот диагональ идет. Разрезаем локтем. То есть, прием называется нож входит в масло. Мы входим узеньким пальчиком, мизинцем, потом шире, 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 видите, как бы расширяем, эту часть расширяем, декомпрессируем ее, да. И в конце острием локтя проводим как можно глубже. Но, опять же, нюанс. Многим людям это бывает больно. И ни в коем случае локтем, заклинаю вас, не заденьте ни ребра, ни подвздошную кость, да, сами кости не задеваем локтем, только по мягким тканям. Если вы входите в человека, да, и видите, что он там, больно ему, да, то все, локоть дальше не идет. Локоть бережен. И, естественно, ни в коем случае не задеваем остистые отростки. То есть, мы промахиваемся, вот как бы мимо, да, только по мягким тканям. Вот, это у нас начались локтевые техники. То есть, кулачковые техники с данной зоны у нас закончились. А локтевые техники мы рассмотрим в следующем видеоролике. Там есть некоторые нюансы. А еще очень много нюансов и фактических вот этих вот моментов, которые на видео я мог не предусмотреть, не рассказать. Но вы все поймете здесь, на нашем тренинге, когда придете. И на живой натуре все это отработаем. Я вам поставлю руки. Научимся. И с понедельника вы идете готовым специалистам в практику. Сразу в бой. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.